Доброе утро на РБК региональной новости. Мы вещаем из отеля Краунплаза Уфа в студии Маргариты Гафарова. Промышленное производство в республике за первые три месяца года выросло на 10%. В среднем по стране показатель был равен 6%, сообщили в Башстате. Положительную динамику показали все четыре сектора экономики. Лидирует сырьевой, рост на 41%. В обрабатывающих производствах индекс был равен 107%, в сфере ЖКХ – 105%, в энергетическом секторе – 101,2%. Максимальный рост зарегистрировали в сфере производства электрооборудования. В 3,3 раза выпуск лекарственных средств увеличился в 1,6. Такие же показатели продемонстрировал металлургический сектор. Примерно в полтора раза подросли показатели в сфере полиграфической деятельности и производства мебели. А вот самое заметное снижение в сфере производства одежды, текстиля и компьютеров. Правительство запускает программу льготного кредитования системообразующих организаций в сфере IT. Они смогут получить займы на пополнение оборотных средств по льготной ставке 11% годовых. Как отметили в Ассоциации развития информационных технологий Республики, это позволит сохранить коллективы и развивать бизнес. Для отдельной компании доступный лимит заемных средств составляет 10 миллиардов рублей, для группы компаний – 30 миллиардов. В Ассоциации также отметили, что существенной поддержкой со стороны государства может стать вовлечение региональных IT-компаний в проекты по цифровизации. Это значит, что если предприятие решит цифровизировать какой-то свой бизнес-процесс, либо промышленный процесс, и будет использовать для этого российские программные системы, IT-системы, в том числе российское железо, то государство может компенсировать до 80% затрат. И здесь, соответственно, мы готовы помогать таким предприятиям и вовлекаться в этот процесс. В рамках, скажем так, нашего Министерства цифровизации Республики Башкортостан, Министерства промышленности Республики Башкортостан, выделены уже отдельные структуры, которые помогают нашим IT-компаниям участвовать в этих процессах. От этого выиграют и предприятия, они получат новые цифровые решения на своих производствах и IT-компании Республики, благодаря заказам и Республика в целом, которая привлечет дополнительные инвестиции, считают эксперты. За семь месяцев Пушкинскую карту в Республике оформили более 200 тысяч школьников и студентов. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил и министр культуры Башкортостана Амина Шафикова. Всего с начала учебного года по Пушкинской карте подростки приобрели почти 600 тысяч билетов на 20 миллионов рублей. Руководители учреждений культуры высоко оценили экономический эффект от нововведений и говорят, что она уже приносит львиную долю сборов. Я могу сказать, что на сегодняшний день Пушкинская карта во многих театрах составляет, в том числе и в нашем театре, составляет практически 70% отвалового сбора продаж билетов. И это, конечно, огромное подспорье. И мы видим, как у нас меняется возрастной ценз зрителя, мы видим много молодежи. Например, по прошлому году 28 тысяч у нас было по итогам 2021 года. Но в этом году действительно рост идет. У нас уже увеличение в три раза по Пушкинской карте. Но мы работаем в этом направлении, сами не сидим, общаемся со школами, вузами, СУЗами. Мы уже заключили несколько соглашений с СУЗами. На данный момент в республике по Пушкинской карте можно посетить почти 8 тысяч культурных мероприятий. С начала следующего учебного года к программе также присоединятся и детские школы искусств. Эксперты считают, что Пушкинская карта – это эффективная мера поддержки кинотеатров и музеев. Конечно, прежде всего санкции коснулись кинематографа. И сейчас вы все прекрасно знаете из всех открытых источников, что мы демонстрируем наши отечественные фильмы. И это прекрасная возможность для развития и нового импульса для развития нашего кино. Напомню, что Пушкинская карта – это федеральная программа, которая позволяет школьникам и студентам от 14 до 22 лет, пользуясь специальной картой, бесплатно посещать культурные мероприятия. По ней можно оплатить билеты на общую сумму от 5 тысяч рублей ежегодно. Четыре туристических проекта из Башкортостана победили во Всероссийском конкурсе по поддержке инициатив развития сельского и экотуризма. Им будет оказана грантовая поддержка в размере 200 тысяч рублей, а кураторы помогут довести идею до реализации. Акселерационная программа длилась 3,5 месяца. Она включала онлайн-сессии с экспертами, выезды кураторов и консультации на местах, доступ к российским и зарубежным практикам в сельском туризме. Все это поможет предпринимателям развивать туризм в сельской местности и вовлекать в него местных жителей, благодаря чему будет повышаться уровень доходов и качество жизни населения. Это и предоставление мест размещения со стороны сельских жителей, и проведение всевозможных различных мастер-классов, мероприятий. Особенно популярен конный извоз на территории Гафарийского района. Это избыт агропродукции, потому что, как правило, сейчас такое направление эко, оно очень популярно, натуропродукт. Поэтому все практически 99%, я сама являюсь организатором туров, я вам точно могу сказать, что все приезжающие к нам гости, никто не уходит с пустыми руками. То есть начинают молочные продукции, конечно же, фишка это башкирский мед. Всего на конкурс было подано 76 заявок из 40 регионов России, из которых экспертная комиссия выбрала 40 лучших проектов. Они пройдут в следующий этап акселератора и получат полную поддержку, предусмотренную программой. Ремонт автодороги Аскарова-Альмухаметова-Сибай завершится к 1 июня. Сейчас на участке протяженностью 18 километров работают специалисты башкировтодора. На эти цели выделено более 258,5 миллионов рублей. Напомню, ремонт ведется по поручению премьер-министра правительства республики Андрея Назарова. Работы начались в 2020 году и проходили в три этапа. В апреле дорожники приступили к укладке асфальта. Ежедневно на участке задействовано 40 единиц дорожной техники. Когда верхнее покрытие будет готово, рабочие обустроят обочины и нанесут дорожную разметку. Ну и добавлю, протяженность дороги от Аскарова до Сибая 66 километров и движение транспорта по ней возобновится уже в начале лета. У меня на этом все. Я желаю вам удачного дня. Оставайтесь на РБК. Продолжение следует...